В Владивосток. Да-да-да, с этого все началось. И потом мы вернулись и начали заниматься автодомами. И тут я про тебя сразу слышал. А вот для тебя лично как это все вдруг возникло еще раньше или вот как раз в конце нулевых? В восьмом году, да, первый раз увидел что такой прицеп, где-то продажи, салон. Заезжал по делам, увидел, что продаются прицепы, автодома. Начали, решили, с семьей посоветовали, сказали, да, интересно, попробуем. Взяли прицеп, попробовали, попутешествовали. Люди молодые, активные. Поняли, что такой пляжный отдых на море, что удобно с прицепом немножко не для нас. Мы хотим больше путешествовать по городам. С прицепом это не всегда удобно. Поэтому решили проездить в год, решили, что, наверное, лучше взять автодома. То есть был прицеп сначала? Был прицеп, да. Один год был прицеп. А что за прицеп был? Бюшнер был, Аверса, с детской комплектацией. И вы, по-моему, таскали его мультивеном, да? Нет, он на X-Trail, он до сих пор жив. X-Trail? Вот это я не помню, значит. У меня началось все, что с с Евромобилем. Я увидел его. Ну да, потом по цене, соотношение цена-качество и зимние характеристики был выбран Евромобил. Пришлось поработать с заводом и с дилером, чтобы подобрать нужную для себя комплектацию. То есть это было новое? Машину новое. Долго выбирались опции специально для России, чтобы взять один раз и чтобы он был, да, подготовлен уже. То есть здесь в нашем автодоме нестандартная дверь, не та, которая входит в комплектацию. Две это даже другая? Две это другая. Она электромеханическая, которая ставилась тогда на Активе, более дорогие модели Евромобила. Трехосники. Также в качестве опции были доработаны опускающиеся кровать, чтобы можно было зимой уменьшать объем багажника, иметь больше жилого пространства. А, электрическая кровать? Нет, она поднимается. Электрическая она поднимается. Задняя кровать поднимается? Задняя кровать поднимается, увеличивается объем для велосипедов на летний период, и уменьшается, когда меньше багажа земли. Ага, то есть сзади там есть велобагажник, но еще внутрь можно поставить? Да. Ну, наша российская действительность диктует то, что багажник даже с чехлом летом по российским дорогам быстро велосипеды превращают в грязь. В кучу грязи. Да, в кучу грязи, для того, чтобы воспользоваться надо. И плюс еще потом качество наших дорог говорит о том, что лишние 50 килограмм на задней стерке тоже не есть хорошо. Поэтому велосипеды переехали в багажник. Запаска переехала под раму, вниз по драму запаска переехала. А была у нас тоже на спине? Нет, она была, как у всех, в багажнике. Чтобы не занимать место, она переехала под раму. Это, кстати, ощущается, когда это близлежит в багажнике. Ну, собственно, хотел задать такой вопрос, философский, наверное. Ну, караванинг, он в России вообще существует в какой-то форме? Или это такая субстанция, которая только-только появляется? Я просто помню, и 10 лет назад, когда мы начинали заниматься, говорили, караванинг в России появляется, его зачатки. Вот начинают люди интересоваться, по-моему, где-то к концу нулевых, там, когда мы начали заниматься, была волна. То есть после кризиса вдруг дела пошли у людей более-менее нормально. Начали образовываться клубы, тусовки, и появилось много дилеров в том числе. Там в яхтном колесах появились, появился автотревел, он был, по-моему, немножко раньше. Да, автотревел был, один из первых. Да, один из первых. Вот, с автотревела мы и начали, то есть в автотревеле был куплен первый прицеп. Так сказать, автотревел сподвиг нас к этому виду автопутешествий. Оттуда, в общем. Да, все это пошло оттуда. А сейчас, ну, произошла перезагрузка. Сейчас те люди, которые купили эту технику, они поняли, зачем они ее купили. То есть люди начали больше активно путешествовать. То есть те, кто купили, так же, как и мы, они сначала думали, что с ней сделать. Да, и хорошая игрушка. Был некий даже спад. Ну, может быть, было бы условно кризисом. Но люди стали меньше уделять времени отдыху, больше работе. Сейчас пошла вторая волна. И свидетельство еще этому тому, что появилось очень много людей. Те, которые стремятся что-то сделать своими руками. Очень большое количество переделок. И в караванинг вошли любители внедорожных путешествий. То есть много появилось у нас ателье, которые занимаются прицепами внедорожными, которые делают сами. И то, что эти ателье развиваются, проекты развиваются, разрабатываются новые модели, говорят о том, что популярность у населения есть. То есть, ну, расширился клубок. Плюс появились те люди, кому караванинг необходим в их хобби. То есть любители собак. У нас среди нас караванеров очень много любителей собак, которые выезжают со своими собаками на выставки. Это удобно и для хозяев, и для питомцев. Вот. Появились люди, увлекающиеся другими сопутствующими видами спорта. Ну, конечно, у караванинга такое направление автотуризма, я считаю, которое идет на стыке всех других увлечений. Это позволяет заниматься любимым делом с большим комфортом. Ну, то есть я правильно понял, что у нас это не является каким-то основным таким ядром, грубо говоря, что вот именно караванинг, люди покупают автодома и путешествуют. То есть, грубо говоря, они с чего-то переходят и начинают совмещать, допустим, занятием спортом различным, там, путешествия с собаками на выставке. То есть, грубо говоря, такой удобный инструмент для реализации своих там, ну, каких-то хотелых там увлечений. Судя по индивидуальным заказам у наших российских многочисленных ателье, многие даже переоборудуют фургоны в автодом, используя его уже как офис для своих командировок и всего остального. То есть не просто где-то поставить принтер, панель и мини-бар. А люди, да, понимают, что нужен комфортный душ, туалет. И много появляется таких проектов, которые переоборудованы в фургон именно в автодом. Они заточены не только для путешествия, но и для ведения бизнеса. Поэтому... Караванинг в этом направлении сейчас уже проникает во все наши области увлечения, во все социальные слои, в том числе, и много проектов, пытающихся сделать народный автодом. И всячески приветствуем это. У меня тут такая, скажем, неутешительная статистика. Я думаю, что по сравнению с 2013-2014 годом, когда вот прям пошла волна покупок, ну вот я как представитель бизнеса, мы продавали много. Сейчас количество продаж, оно уменьшилось вообще там, я не знаю, в 10 раз. И как это вообще влияет? Мне кажется, раньше было клубов больше. То есть был автотревел, он так и остался, по-моему, да? Он существует, он самый большой как-то. Просто я чаще всего вижу наклейки с этим домиком, с флагом российским и номер. Их, бывает, за границей они встречаются. У нас по России много там, куда не поедешь, там можно и газель встретить. Какой-нибудь прицеп там старенький, на нем наклейка там. Потом, я помню, был клуб, по-моему, Рустам Бек, да? Ну да, в клубе была «Жизнь в путешествии», да. Потом появилась «Лига караванеров». Клубное движение, оно, да, стимулирует, оно вызывает интересы. Спасибо всем, кто ведет подобные проекты. Мы тоже своим клубом стараемся нести такую пропагандистскую роль. Но сейчас, скажем так, народ стал более образованным, да, на нас сейчас, когда мы путешествуем по России, меньше обращают внимание в плане, а вот что за «Занепланетянин поехал», уже люди понимают, что такое автодом, что это интересно. И многие сейчас, ну, стараются, да, накопить. То есть люди стремятся к этому, больше людей появилось. Которые, да, хотят это попробовать. Смотрят на аренду, смотрят, да, мы путешествовали за границей, видели, как это здорово, как это интересно. То есть, ну, такая пропагандистская стадия, она, мне кажется, уже завершена. Есть вопрос теперь дать людям возможность попробовать, то есть делать типовые маршруты, чтобы не получилось так, как получилось у тех первых людей, которые купили только автодома, они съездили пару раз на встречи, съездили пару раз на популярные маршруты, потом думают, а куда поехать еще? Вот. Здесь, соответственно, мы стараемся как-то клубом еще работать с регионами, особенно по России, искать новые кемпинги, разговаривать с потенциальными базами отдыха, то есть делать именно более познавательным это путешествие, чтобы человек в своем регионе мог иметь возможность путешествовать каждые выходные. Потому что покупка автодома – это дорогостоящие вложения, он должен работать как средство передвижения, средство для путешествия, ну, стараться по возможности, когда у семьи есть свободное время, чтобы люди знали, куда поехать и отдохнуть не просто встать в автономке где-то, а отдохнуть цивилизованно, что-то узнать, посмотреть природу, посмотреть исторические города. И сейчас вот на популярных туристических маршрутов количество таких стоянок кемпинговых и полноценных кемпингов, оно каждый раз увеличивается. И мы заметили такую тенденцию, что некоторые кемпинги даже развиваются без оглядки на нас, на наше массовое движение. Но для нас удивлением было, что в Тверской области, помимо существующего там кино-кородка кемпинга Дербовеш, существует кемпинг, пока летний сейчас он будет запущен в зиму, в формате парк Гришкина под дверью, парк активного отдыха с горками и со всем остальным. Вот мы сейчас договорились с парком провести 23 февраля на празднике там встречу караванерскую. Многим, кто услышал об этом парке, мне сегодня буквально звонили, ребята говорят, Андрей, мы хотим поехать не ждать 23 февраля, хотим сейчас на каникулы, на январские праздники с детьми, поехать туда отдохнуть, покататься на коньках с горки, на лыжах. То есть это, в принципе, востребовано даже зимой, потому что подобные стоянки, в качестве, допустим, панка Гришкина сделан на основе лыжной базы, там существуют уже раздевалки априори с теплыми душевыми, то есть можно высушить вещи, принять душ, существует подключение к электричеству, для отдыхающих есть кафе достаточно комфортное, то есть вся инфраструктура для зимнего отдыха, для комфортного существует. Важный вопрос такой, который я задаю людям, кто пытается понять и счет ответы, все-таки что важнее для развития караванинга, все-таки инфраструктура или экономика, которая позволяет, грубо говоря, человеку просто приобрести даже прицеп, как, не знаю, второе или третье транспортное средство в хозяйство, или все-таки все начинается с инфраструктуры, что типа есть куда поехать, и вот тогда мы покупаем автодом. Ну, скорее всего, наверное, экономика, потому что многие, кто купил, сталкивались с тем, что в России инфраструктура тогда была отсутствована. Многие из наших приспособились, даже если сейчас отдыхают в Крыму, они берут с собой и даже предпочитают отдыхать более диким способом, берут с собой генераторы, выбирают другие места. Ну, это, прежде всего, отдых на природе. Многие убегают от городской суеты, ищут какие-то более одинокие красивые места для комфортного отдыха именно в таком режиме. В дальнейшем, и не все готовы сейчас, даже инфраструктуру, которая появляется, в караване приходит бизнес, многие задают вопрос, ну, возникает такое мнение, зачем мне платить там тысячу рублей, если я постою в доме. Ну, дикарем, ну, мне кажется, нашим людям свойственно, это, лучше поехать куда-то в лес, к озеру, где вообще никого нету, ну, слава богу, если они там еще за собой уберут, там... Вот, вот это вот это главная проблема, то есть здесь в данном случае необходимо найти какой-то правильный баланс между отношением к природе, бережливым, и теми вещами, которые надо... за что нужно платить? За тот же вывод мусора, за минимальную инфраструктуру, потому что даже в Советском Союзе существовали палаточные лагеря на берегу крупнейших наших озер, существовал специальный, так сказать, негласный кодекс, люди знали, что можно сплатить какой-то сбор за то, что вывезут мусор, можно обеспечить какие-то минимальные инфраструктурные удобства, и все были довольны. То есть здесь сейчас главное найти баланс, договориться и с бизнесом, и с государством, как это все дело урегулировать. Это многое касается и сейчас новых точек в Крыму, то есть законодательство там, сейчас новые законы, которые вышли в Крыму о запрете доступа на береговую линию, о каких-то штрафах, это тоже вызвал большой резонанс, и здесь нельзя все решать запретами, нужно найти правильный баланс, как это сделано во всех странах Европы. Да, в той же самой Хорватии существуют кеперги разные по доступности, и существует запрет на дикую стоянку. Это должно быть какое-то регулирование, должно быть правовое. Если ты приехал там или, допустим, не знаю, собрать с людей какие-то деньги, если ты в зону въезжаешь, заплати, и тогда, если даже ты сам не уберешь, то люди за эти деньги там наведут порядок, да, спустя какое-то время. Вот хотел спросить, а если вот у тебя отпуск появляется, возможность куда-то поехать, все-таки чаще ты в Россию направляешься или за границей? Раньше это была за границей, сейчас основные направления для себя выбрал, определил, и сейчас, ну, наверное, больше напрягает выбор на определенной точке, но она находится на защитном удалении, то есть если есть свободная неделя, я могу смотаться и в Прибалтику, могу покататься по России. Ехать куда-то дальше в наше любимое направление Италия, Хорватия, Словения, я понимаю, что это три дня в пути, чтобы это было, вот, и тратить неделю на дорогу туда-обратно, ну, не всегда порой хочется. Поэтому больше, ну, больше обращаю внимание на Россию. Ну, зависит еще от того, что летом. Летом я понял, сделал для себя вывод из нагорениях путешествий, что летом в Европе достаточно тесно, дорого и не всегда комфортно. Поэтому летом сейчас больше предпочитаем отдыхать в России, выбираем ту же Карелию. Вот. Сейчас интерес появился к Северному Кавказу, к горам. Вот. Приглашают. Или там страны СНГ какие-то, Грузия, может быть. Да. Страны СНГ, да. Большой набирает популярность Грузия. В принципе, страны Балтии, они тоже достаточно интересные, есть там чем заняться летом. Ну, там вообще не тесно. Вот. А ближе к осени, вторая половина, да, интересно съездить в Европу. Но там народ становится меньше, еще теплое море. Вот. По сравнению с нашим морем, там пока, к сожалению, выше уровень отдыха и те же самые цены. То есть, в Хорватии платить 15 евро за стоянку, то же самое, что платить в кемпинге у нас в Краснодарском крае. Вот. Но сервисов гораздо больше, море порой бывает чище. Вот. Больше инфраструктуры. Ну да, по расстоянию чуть больше на тысячу километров, но ради удовольствия это можно, в принципе, потерпеть. Такой вот вопрос. Сколько месяцев в году? Не знаю, может быть, недель? Я не представляю. Ну, путешествуешь на автодоме. Ну, два-три месяца в году в общей сложности. Да, получается. Ну, это солидно. Потому что у нас, в основном, для большинства-то, трудящихся, месяца это много, это, наверное, отпуск, это разовое такое мероприятие. И тебя, наверное, удается совмещать как-то бизнес с этим. Моя основная работа, да, позволяет совмещать, но сейчас произошел формат. Сейчас мы больше, еще достаточно много времени путешествуем. Друзья из разных клубов Европы просят показать Россию. Вот. Мы посмотрели, изучили опыт существующих туроператоров по России. Разработали такие же типовые маршруты, но в связи с тем, что мы лучше знаем российскую специфику, нам удалось сделать эти экскурсионные маршруты более интересными, более насыщенными и экономически более привлекательными. И это нашло некий спрос у иностранных наших друзей из клубов Европы. И они отправляют нам заявки с просьбой, собирая там группу у себя в клубах, 10-15 поддомов, с просьбой организовать им сопровождение, экскурсионное обслуживание. И это, ну, уже начинают услуги по сопровождению, по всему остальному, уже, в принципе, на данный момент позволяют нам заработать себе на отпуск. На то, чтобы поехать отдохнуть в Европу. Ну вот, я, собственно, к этому и подводил. Вообще, караванинг, он развивается непонятно как. То есть, то кризис, то вроде взлет. Сейчас у нас опять евро дорогой, и мы на свои рубли, к сожалению, очень ужались в своих возможностях, допустим, потратить их в Европе. Евро получается закупить меньше, чем раньше на нашу зарплату. То есть, в принципе, при грамотном подходе на караванинге можно зарабатывать. Да, да. И как вот такая маленькая мечта человека, который смотрит на курс, говорит, как бы найти зарплату в евро. И как бы, ну... Вот на сопровождении групп это, да, да, это, в принципе, я сначала думал, что это будет гораздо легче, на самом деле, подготовить качественную экскурсию, чтобы иностранцы не просто ехали как в экспедицию, а получили качественный отдых, более-менее похожий. Ну, заездами там все-таки как-то рассказывать. Не только, но здесь больше дать людям инфраструктуру, и психологически вот за три года работы в этой сфере, условно назвать, работой, я понял, что важны психологические моменты, то есть в правильном, нужное время дать один день на отдых, чтобы коллектив отдохнул даже от турсионной нагрузки. Ну, тебе-то, как это, человеку, который уже много лет путешествует, понятно, да, сколько дней человек едет, сколько ему нужно отдохнуть дать? Наш ритм, наш взгляд, он немножко отличается от иностранного. Тем более, что наш возраст, а иностранцы больше путешествуют еще и люди пожилые, вот, в возрасте, и тут получается еще другое, у них немножко другая психология. И когда ты один путешествуешь, либо там две-три семьи, это немножко одно. Когда в группе совершенно разные люди по социальному, даже встречаются по социальному статусу, здесь приходится много работать психологом, не только вот именно организатором, как выбрать правильный кемпинг, как правильно построить экскурсионную программу, какую нагрузку, вот, а важно знать, когда надо сделать паузу, какую дорогу лучше выбрать, то есть, когда в город заезжать, когда не заезжать, потому что вот эти нюансы, они реально превращаются... Ну, или в какой город заезжать, а в какой не стоит. Да, ну, это согласуется заранее при выборе маршрута. То есть, допустим, вот, друзья славяне из Словении, Чехии и Польши, они готовы провести в России 2-3 недели, а то и месяц, насколько позволяет виза. Те же самые немцы, они сейчас предусмотрительно, вот, из немецкого клуба «Караванер» пришла заявочка, они говорят, мы для начала в России хотим посмотреть на Москва-Санкт-Петербург, две недельки, да, вот, в таком режиме. Требования к организации питания у всех разные, вот, требования, кто-то вот, каждый раз просит Андрей, дай нам шашлык, здесь попробуй, здесь пельмени, кто-то уже на втором говорит, нет, не то, то есть, здесь изучаешь все. Кому-то нравится медовуха, кому-то не нравится, и все, то есть, вот, эти нюансы, да, это всегда везде надо учитывать. Понятно. Три города, которые ты больше всего любишь посещать, ну, или бы там, с точки зрения караванинга, наиболее привлекательные, ну, вот, посоветовал бы нашим путешественникам, кто вот, может быть, начинает путешествовать по России, или кому приходится путешествовать по России, потому как, допустим, ну, запретили выезд многим. Ну, в центральной России очень красивые, уютные, небольшие города, интересные для опоздания, это Коломна, там существует хороший темпинг, на Суздале, всех на слуху, там, лучший в стране кемпинг с отличной инфраструктурой, да, это удобно для семейного отдыха, и я давно уже рекомендую эти города, не просто для наразовых путешествий, а для тех, кто имеет цепы караваны, есть возможность договориться с руководством кемпинга, получать там хорошие цены, и делать это как дачные кемпинги, то есть, с семьей вывозить туда, это такая, ну, большая дача в городской среде, с городской инфраструктурной, при этом вы отдыхаете на природе, семья отдыхает на природе, там папа или мама, кто работает, приезжает на выходные в гости к семье, то есть уникальная альтернатива, используется прицеп практически все лето, очень хороший город Ростов, то есть больше сейчас упор и иностранцы, и наши делают, дают подпочтение вот таким небольшим городам. То есть Суздаль, Ростов, Коломна, вот из того, что здесь рядом с московским регионом, вот. Ну, понятно, что... Из крупных городов, в принципе, достаточно интересен Казань, но там очень сложно с парковками, но вот в режиме, если путешествовать на автодомах, в режиме того, где найти легко стоянку, достаточно интересно. Очень хорошее впечатление произвел, как ни странно, Грозный, то есть оказался спокойным тихим городом, и в принципе там есть стоянки подготовленные, то есть вообще Чеченской Республикой оказалось, что да, у каждой крупной мечети есть спокойно охраняемые стоянки с видеонаблюдением, есть туалеты, и на большинстве из них есть возможность подключиться к электричеству. Здорово. А в центре Грозного есть уже фактически немецкий манер. То есть можно ехать спокойно в Чечню, Грозный и гулять? Да. Чечню вот проверил, да, спокойно. Да, вечером увеличивается количество полиции, но ты понимаешь, что это только для твоей безопасности. То есть во благо. Да, только во благо. А по поводу Европы, есть любимые города, в которые хочется возвращаться? Больше страны, то есть мы поездили много, для себя сделали такой вывод, путешествовать можно по всей Европе, отдыхаем и в Словении. В Словении? Да. Неожиданно, вдруг. В Словении, то есть и четыре года назад или пять лет назад совместно с посольством Словении, создали туристическим офисом Словении. Мы подготовили десять базовых маршрутов для автопутешествий и караванеров, и выпустили путеводитель. Вот, то есть еще можно найти в продаже. Наверняка, по-моему, даже у вас в офисе еще есть несколько экземпляров. А IFIL Словения, вот эта вот программа? Нет, нет. Вот прям десять... А, все, все, есть книжки, да. Да, я их иногда какие-нибудь опросы провожу или там какие-то угадайки я иногда высылаю нашим там участникам группы там или еще как кто-нибудь что-нибудь это угадает, я посылаю. На сути, уникальное, достаточно уникальное издание получилось, интересное, созданное при поддержке издательства Вечи. Они печатали, они писали всю историческую часть, техническую часть, готовили мы. Ну, да, действительно, уникальная страна, она небольшая, размером с половиной Московской области, но там есть море, горы, отличное вино, отличная кухня, доброжелательные люди, очень похожие языки, поэтому для комфортного семейного отдыха, причем там могут отдыхать люди с любыми увлечениями, и аквапарки, и спа-салоны, и горные лыжи, и вело, сплавы, горные походы. То есть уникальная компактная страна, главное, далеко никуда не ездит, то есть меняешь рост занятий в течение полутора-двух часов. Три страны, которые хотелось бы объехать, допустим, тебе? Интересно, очень с доступным Франция. Франция интересна, но именно так глухая Франция, глухие красивые деревушки. Не, не, уточню, куда не стоит ехать. А, куда не стоит ехать? Есть такое что-то, ну, не знаю, может быть, какой-то частный опыт вдруг привел к тому, что не понравилось. Ну, пока, пока бог миловал, так сказать, в экстремальные ситуации не попадали, но много стараемся их избегать, как-то менять маршруты, все это дело учитывать, но последнее время как-то очень сильно напрягает с путешествиями Юг Италии, я не могу сказать, что вся Италия неинтересна, то есть центральная Тоскана, северная часть Италии, очень все интересно, красиво для путешествий в любое время года. Юг Италии и Юг Франции, они сейчас становятся небезопасны, они больше связаны Ну, это мигранты, да, африканцы, арабы, я понял. Но эти политические процессы, они как-то ясны. А так, вот таких вот стран я не нашел. Такого нет, да. Негатив нет. Негатив, несмотря на то, что бы ни говорили, путешественники, они люди мира. Ну, да. Между ними всегда можно найти взаимопонимание, не политики, можно всегда найти взаимопонимание, тем более, что... Есть какая-нибудь точка, куда есть прям вот, большое желание поехать, но не было возможности раньше там, не знаю, может быть, дальний какой-то город Ну, до Португалии до края света доехали, все вокруг проехали. Вот, хотелось бы более подробно изучить вот именно старую Францию, красивые деревушки Франции вот, как-то больше это прочувствовать может, потому что близко изучал Францию, изучал французский язык вот, и как любители природы конечно, пока не досягаемы, но очень желанная точка Шотландия-Исландия Исландия Ну, туда нужно на это... на пароме, да? Да, паром... Ну, не сложно, но не бюджетно Надо собраться, да, надо собраться мыслями Понятно Вот, в России многие тянут, да, Андрей поехали на Байкал но, видно, наверное, я опоздал понять и воспринять Байкал в том, в котором он был раньше сейчас многие поговорят, кто там был в последнее время говорят, да, засилие китайских туристов и все остальное и наших диких туристов несколько причем диких вот в прямом понимании смысла слова по отношению к природе немножко испортили общую картину от Байкала вот, но вот, так сказать, понять насколько велика наша страна и интересна есть такая задумка проехать до Владивостока и обратно вот, надо выбрать для этого целое лето и хорошо подготовиться и технически и... ну, месяцок-то нужно как минимум заложить это прям даже бегом, если... ну, наши друзья из Благовещенска, да доехать из Благовещенска в Москву всей семьей на автодоме они путешествовали они потратили для того, чтобы показать семье детям они потратили месяц для того, чтобы показать нашу страну доехать из Благовещенска до Москвы такой немаловажный момент вот я, к сожалению, не в курсе что-то государство сейчас делает для развития кемпингов вообще туризма именно на автодомах или... ну, я понимаю, что в принципе внутренний туризм он сейчас всячески стимулируется там строятся дороги и нельзя сказать, что у нас однозначно все только хуже становится я скажу, что скорее всего лучше то есть вот мы сегодня присутствуем на открытии стоянки под Ростовом Великим и в принципе судя по тому, что здесь уже стоят знаки что скоро здесь появится полностью сервисную зону для обслуживания автодомов как бы это немножко радует и вселяет надежду но вот таких ярких проектов потому что по телевизору говорят вот мы там планируем открывать там к чемпионату по футболу допустим открыть пять кемпингов в Санкт-Петербурге пять там в Москве пять в Казани вот этого нету что-то и может быть я не в курсе что-то вообще происходит или вот все-таки это еще далеко ну активное наше общение нашего клуба с Ростуризмом с представителями бизнеса с чиновниками разного уровня да интерес проявляется большой но все это включено в большие государственные программы сейчас на данный момент развитие караванинга и автомобильного туризма сейчас включена в большую концепцию развития Северного Кавказа всех республик она была вот это проделана достаточно серьезная работа в течение месяца была подготовлена концепция соответственно сам вылетал на Северный Кавказ как раз в Чечне в Ингушетию смотрел все это разговаривал с местными местный бизнес готов но без поддержки государства это сложно сделать поэтому была сделана разработана при участии нашего института управления кафедры туризма была разработана хорошая программа это первый опыт когда были привлечены не иностранные специалисты а именно российские специалисты которые знают как развивать туризм была создана эта программа она была сдана надеюсь она будет в ближайшее время принята каким-то образом реализована то есть сколько займет это времени если движется куда-то да очень жалко что к сожалению к чемпионату мира по футболу вы ничего не успели сделать толкового запросы уже сейчас приходят все многие спрашивают про кемпинг Сокольники но кемпинг Сокольники не резиновый он уже не забронирован да поэтому где сейчас размещать причем как ни странно сейчас на электронную почту приходит много вопросов люди хотят отдыхать в мобильных домах то есть даже караванинг это не то люди хотят чтобы кемпинги в понимании европейского как они есть в Европе очень надеются следят за Россией очень надеются что они здесь есть понимают что они есть но они очень маленькие то есть да для Москвы нужно еще как минимум два у нас жесткая урбанизация а все таки Европа она уже прошла этот период все таки там люди привыкли за городом могут располагаться для них это приятнее где-то на природе ну у Москвы есть определенные плюсы с учетом развивающейся транспортной инфраструктуры я думаю года через два уже можно смело будет говорить о каком-нибудь кемпинге в ближайшем пригороде осталось только выбрать правильное направление и найти недорогую землю и правильного инвестора который это поймет да но вот в этом направлении работаем есть положительные сдвиги но вот пока только вот что-то что касается придорожной инфраструктуры кафе Баранка да это хороший партнер с которым уже работаем общаясь все три года и не только для караванеров но в большей степени для всех автопутешественников уже создана небольшая но комфортная сеть даст по европейским стандартам с европейским уровнем все комфортно интересно то есть делать путешествия более удобными и безопасными и и что то вот по вот что для Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok комплектация, которая уголком делается, а кровать опускается тоже сверху. Потому что возить просто так кровать, она не функциональна. То есть одна треть автодома уходит под кровать, которая никак не востребована. А иметь большее количество посадочных мест, а кровать спускается только на ночь, это уже интереснее. Если вот прям вот есть какая-то сумма, условно безлимитная, чтобы сейчас вот выбирай. Starliner в Швейцарии. Я почему-то так и думал, что будешь выбирать какие-то скандинавские варианты, может быть. Нет, не шведский, не шведский, а швейцарский. А, швейцарский. Starliner Starliner, да. Швейцарский Starliner тоже полуинтеграл. Он интеграл и полуинтеграл, но он монокоп клееный. Это клееный монокоп. Если говорить о сумме безлимита, да. Это шасси там какое? В шасси любое. Iveco, Sprinter, Ducato. Но это не хочется, да? Полный привод или так? Полный привод. Порой задумываюсь. Знаешь, дилемма. Порой, куда хочется в природу. Расширить географию чуть-чуть. Расширить географию, да. Но здесь, как говорится, если рассматривать автодом как второй или третий автомобиль в семье, то универсальный вариант есть, то, что я для себя уже разработал, это иметь Volkswagen Transporter Double Cup с возможностью поставить на него модуль. И именно модуль Bimobil, потому что они... Transporter Double Cable и на него модуль ставить? Да, его модуль, да. Причем есть комплектации в Германии, которые они используются, фактически идет как... А, ну я Bimobil я видел, они же делают... Bimobil делает 260-ю, да, эту самую, 260-ю S. А в повседневной жизни он может использоваться как единственный модуль. Съемный, да, может быть, этот модуль? Он по-любому идет съемный, а ставить кузов с кунгом, это полноценный автомобиль, который пригодится в хозяйстве. А Double Cup, потому что можно взять с собой друзей или... Да. Всю семью. Может быть, не суть удобное в движение, но... Почему? Наоборот, по-моему. Вот для меня это компромисс, в принципе. Я почему-то думал всегда, что ехать в автодоме всегда прикольнее, когда вот мы сидим там в Вальковном, пошел к холодильнику, пошел весь в туалет даже. С точки зрения, с точки зрения универсальности, вот такое вот много искал компромиссов. Вот как брать единственный автодом, чтобы эта машина работала на все стопы. Потому что когда купил автодом, да, это дополнительный техобслужник, дополнительные налоги, машина, получается, да, 6 месяцев в году стоит, ждет своего часа. А вот такой вариант, он достаточно интересный, достаточно инверсальный. Потому что я не совсем люблю пикапы, не готов, я как любитель природы, но пикап, стремление залезть на пикапе куда-нибудь подальше, да, тебе раскрывает границы природных достопримечательностей, да. Пешком пройти. Но это, это тоже, как говорится, природа тоже, надо знать границы твоего влияния на природу, твоего внедрения в природу. Я считаю, что далеко... Лучше пешочком пройти туда. Да, лучше пешочком велосипед, для меня это ближе. Или вот что-нибудь по озеру на лодочке, все остальное. Понятно. Ну, Андрей, с наступающим Новым Годом. Спасибо, взаимно. Большое спасибо за встречу. Это у нас было первое интервью, у нас такой канал, посвященный больше технике, но хотелось бы вот встречаться с людьми. Хотелось бы с тебя взять обещание, что как-нибудь расскажешь про дом на колесах, про свой. Обязательно. В начале сезона пригласим на какую-нибудь встречу. Да, да. Посмотрим, сделаем обзор, расскажем, да. Да, потому что с твоим опытом очень интересно будет познакомиться нашим зрителям, потому что многие задают вопросы, как что выбрать, что важно, что не важно, на какое количество, там, допустим, людей вот этот автодом подойдет и так далее. Кто там хочет путешествовать, там, куда-то на Дальний Восток, кому там, допустим, близка Европа. Для всего этого, да, есть определенный выбор. Вот, поэтому вот хотелось бы услышать тоже комментарии, свой рассказ. Обязательно, тем более, что есть и плюсы и минусы, которые выявились в процессе эксплуатации. Вот, это самое важное, ценное. Спасибо. Все. Счастливо. Счастливо.